Ребята, приветствую вас на канале. Меня зовут Валентина и сегодня видео о моих покупках из second hand. Первая вещь, она где-то на мне, это потрясающая блуза. Она уникальная, она дизайнерская, она единственная в своем роде. Я просто настолько ею восхищаюсь. Эта блуза не моего размера, она немножко великовата. Я так чувствую, что это М-очка в идеале будет. Бирки все срезаны. Кто производитель, какой размер, какой состав, я не знаю. Что могу о тебе сказать? На ощупь кажется, что она шелковая. Здесь такие интересные рукава, внутри как сетка какая-то. Очень актуальный вырез. За счет того, что на меня она великовата, здесь, видите, она скамкивается и не видно, что он квадратный. Застегивается сбоку на молнии. Потрясающе красиво смотрится с белым низом. Она выставлена на продажу в моем аккаунте showroom Trendy Foreo. И я фотографировалась с ней, и мне были льняные кюлоты. Ой, девочки, это что-то с чем-то потрясающее. Просто здесь такие защипы. Ну вот, знаете, как и в прошлом ролике я показывала вам свитшоты с Данима, и вот говорила, что мне так тяжело с ним расставаться. Здесь та же самая ситуация. Я сейчас стала таким минималистом, все в аккаунт вкладываю, все вещи туда-туда-туда, себе там оставляю какие-то крохи. Но вот тут, знаете, боюсь, что не удержусь и оставлю. Ну, посмотрите просто на это благородие. Возможно, немножко тут ушью ее и буду сама ходить, потому что она такая красивущая. Или хотя бы пару фотографий успеть с ней сделать, пока я ее никто не купил. Еще мне нравится то, что здесь такое буйство цветов. Вот можно, да, вот я сейчас накрасила губы как один из оттенков, которые здесь на рубашке представлены. А можно, допустим, какой-то фуксинный, можно оранжевый. А что, если взять и сделать желтые стрелки здесь вообще на глазах? Ну, то есть такая она вот заставляющая творить, что-то придумывать. Следующая вещь, которую мне удалось найти, это чехол от Gucci. Это в Харькове мы нашли. Здесь, ну, то есть видно, это какое-то для платья использовался. Мне, в принципе, тоже такая вещица понадобится, потому что есть некоторые вещи в гардеробе, допустим, вот платья мои с перьями, которые просто так хранить в шифонере. Но это не камильфо, потому что можно, допустим, доставать другую вещь, тренбель, да, вытаскивать и задеть эти изысканные вещи. Есть кожаные платья у меня, кожаные, одно. Вот, и тоже можно тренбелем его поранить. Поэтому в таких случаях вот такие вот пыльники незаменимы. Ну, а когда на нем такой вот знак красуется, как Gucci, в разы приятнее паковать вещи. Покупался на весь, это в Харькове. А почем? По-моему, это был скидочный какой-то вариант. Вот стильно смотрится. Здесь еще какая-то штука внизу. Это, наверное, чтобы как-то скреплять или вот так вот носить. Потом, в дальнейшем. Да, наверное, это вот для таких целей используется. Вот, чтобы получалась сумка такая. Ну, конечно, так практичнее и намного удобнее нести. Следующая вещь, это вот такая вот, я знаю, это не юбка, это подъюбник атласный. Но я буду носить как юбку. Потому что я давно искала вот такой вот цвет, чтобы она была как атласная, переливалась. Да, здесь вот резинка. Ну, конечно же, никто не будет резинку на показ выставлять. Сюда будет одеваться соломенный поясок. Я надеюсь, что когда я буду снимать примерку этих вещей, я заодно все успею заснять, как я планирую это носить и наглядно показать. То есть сейчас я просто показываю вам вещи на камеру, а потом это будет все обрабатываться, монтироваться и примерка сниматься отдельно. Вот, мне даже вот с этой рубашкой, блузы, как это смотрится вместе классно. По цветерок какой-то, по топ. Ну да, только топ, но если будет использоваться пояс, который прикрывает эту часть. А эта часть, конечно, выдаёт, что это у нас идёт подъюбник. Эта фирма у нас Mark & Spencer, и он покупался в Second Handy Nirvana в городе Мариуполь за 25 гривен, по-моему. Причём он висел-то, наверное, уже с полгода никому не нужен был. Тут мне как-то нарисовался образ в голове, и всё, сама себя привела, купила, и теперь буду снимать лук-бук для вас. Следующая покупка, это юбка 18-го размера, такой вот как кружево-решилье с подкладкой. В том году я покупала платье вот такой вот расцветки, очень красивая, тоже с акцентом на плечиках, с квадратным вырезом. Поэтому пройти мимо такой юбки я не могла. Юбка будет на моём аккаунте Showroom Trendy Forever. Надеюсь, в то момент, как выглядит это видео, она уже 100% будет там выставлена на продажу. Возможно, уже даже будет продана, потому что я сейчас немножко не могу выровнять график публикации роликов и публикации вещей. То есть, скорее всего, вещи раньше появляются в Инстаграме, чем здесь. Поэтому подписывайтесь, может быть, знаете, будет такая ситуация, вы вещи уже купите, а я её только в видео буду показывать. Я бы и сама с удовольствием такую юбку носила, если была моего размера. И нравится то, что к низу она идёт раскалешённая. Стильно смотрится очень, и несмотря на то, что чёрный цвет, не совсем летний оттенок, за счёт такого материала, кроя, хорошее будет вещица, способная создать сотни летних образов. Теперь я покажу вам следующую вещь. Хочу сказать, подпишитесь ко мне на канал обязательно, чтобы не потерять виду. Видео я стараюсь выпускать каждый день на разную тематику. Я думаю, вам со мной не будет скучно. А также подписывайтесь ко мне в мои профили в Инстаграме. АВД Валентинка и шоурум Трэнди Форевер. Ну а теперь давайте перейдём к следующей вещи. Это свитшот бренда Zara Trafaluk. Красивого розово-бежевого оттенка. И у него классные рукава, которые затягиваются. Сама основная часть кофты – это трикотаж, а вот рукава – это катон. Но разные по качеству. И мне кажется, это классная такая изюминка. Невероятно стильно смотрится. Тоже, вот знаете, я сейчас настолько стараюсь наполнять свой аккаунт красивыми вещами, которые я бы с удовольствием себе оставила. Но вот видите, как я держу себя в руках и пытаюсь сделать мир красивее, стильнее. Хотела отметить, что цвет в жизни, возможно, тут после цветокоррекции в ролике будет казаться каким-то другим. В жизни он до такой степени богатый. Я бы подыскала какие-то брюки Джоггеры в таком оттенке. И бы такой костюм бы создала. Ой, классные кроссовочки какие-нибудь такие бежево-розовые. Будет супер смотреться. Моя следующая покупка – это шелковая юбка бренда Ralph Lauren. Удивительно красивая, с таким рюшами по низу, валаном по низу. Она подлежит только химчистке. Размер здесь не указан, но судя по визуально, это восьмерочка-десятка. Тоже примерку я вам вставлю. Посмотрите, как она на теле смотрится. Мне очень нравится. Кажется, такая удивительная, стильная. Покупалась она, по-моему, в секонд-хенде «Вылыка шафа». Наверное, в день завоза мы ее нашли. Очень люблю вещи в горошек. Очень люблю этот принт. Здесь он такой мелкий горошек, лаконичный. Ну, в этом его и ценности. Юбка, я опять-таки скажу, что вещь, которая не обязательно... Даже из-за того, что она шелковая, что она в летнюю пору подходит. Я же в каждом ролике, наверное, повторяю, что вот такую вот юбку подбираем. Свитер вот такого оттенка, как горошек, крупные вязки, сапоги высокие и все. Щеголяем тут шляпу, тоже бежевую. Будет очень круто смотреться. Еще одна юбка, на этот раз винтажная, красного цвета, фирма «Эдинбург». Размер 16, на 100% состоящая из вискозы. И гляньте, как она классно с этой блузой смотрится. Боже, шикарное сочетание. Сделано в Грейт Бриттен. Здесь такие интересные пуговицы. Сами пуговицы только чего стоят. Пуговицы обманки, то есть они не расстегиваются. Они здесь для декора присутствуют. Сзади разрезов нет. Но юбка достаточно раскрешенная к низу А-образного силуэта, поэтому здесь разрезы и не требуются. Боже мой, ну такая вот прессировка удивительная. Класс. Вот вместе, согласитесь, было бы очень крутое сочетание. Такой образ сразу получается. Монако, как я с мамой любим ее называть. Это, знаете, что-то такое суперэлитное. Я сразу сделала акцент на этой блузе и этой юбке, что вместе они прям там демо. Нет, ее можно с абсолютно любым верхом. Я бы ее с обычной маечкой носила, футболочкой. Белой, красной, черной. Очень люблю красное и черное сочетание. Для меня это такой вот кармен. Представьте, обычная черная майка. Это юбка, красные губы, какие-нибудь суперлодочки. Но это же вообще дорого-богато. И заключительная вещь из моего показа. Это льняной жакет, сделанный в Италии. Бренда Morello. Это очень такой вот люкс бренд. Классное качество. Покупался на завозе в Харькове на Академика Павлова. На завозе или следующий день после завоза. Тут есть интересные детали. Во-первых, такие вот защипы. Во-вторых, он расшит окантовкой, потом расшит пайетками. Вообще, как бы бренд этот в основном лаконичные вещи создают. Не кричащие и безакцентные. Но вот на этом жакете они решили немножко отыграться. Ну и в то же время, тут все смотрится очень гармонично. Ничего не выбивается из массы. Размер это у нас небольшой. Сейчас найду состав. Гидочку какую-нибудь еще. Почему-то все подсрезано. И ничего, никакой информации нет. Ну вот на ощупь, как мешковина. А визуально здесь размер, ну, наверное, десяточка в идеале. Тоже подбираем брюки вот такого вот цвета, как эта полоска. Это будет вообще шикарный костюм. Дорогущий и стильнейший. А на этом видео я буду заканчивать. Большое спасибо, что провели время со мной. 400 лайков и выходит новый ролик. Будет интересно узнать, понравились ли вам вещи. Если да, то какая особенно приглянулась. Напишите в комментариях. Обязательно поболтаем с вами. Подписывайтесь ко мне, будем дружить. И по традиции, хорошего вечера, улыбок. Всего самого-самого наилучшего. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok